Это конец для биткоина, что мы уйдем ниже тысячи долларов. В сегодняшнем видео биткоин продолжает падать, с каждой свечой цена все ниже. В то же время все фондовые рынки по всему миру также терпят крах. S&P фьючерсы, Dow фьючерсы, Nasdaq фьючерсы, Russell 2000 и даже нефть и золото, которые традиционно считаются безопасными убежищами среди активов, все они падают одновременно с биткоином. Означает ли это то, что и биткоин больше не может считаться безопасным убежищем среди активов во время штормовых явлений на рынках по всему миру? Сегодня я хочу показать вам очень крутую информацию и доказательство того, что институционалы до сих пор делают большую ставку на биткоин на фоне падения фондовых рынков, даже несмотря на то, что по цене биткоина этого не видно. Эту информацию очень важно переварить и понять, ведь тогда станет ясным поведение цены биткоина, когда финансовый кризис ударит по миру. Ребята, вы точно не хотите этого пропустить, поэтому обязательно усаживайтесь поудобнее, убедитесь, что вы поставили лайк, чтобы продвинуть это видео в топ, давайте наберем 2000 лайков, большое спасибо за поддержку и 60 тысяч подписчиков. А меня зовут Богатейший Ди, и мы начинаем. Не нужно бояться, нужно правильно покупать в правильном процентном размере от своих доходов и держать. Таких цен, как сейчас, мы больше не увидим никогда, если увидим, то только единожды. Нашел видео, в котором описана реакция рынка на достижение биткоином исторического пика в 100 долларов. Тогда очень боялись покупать, как оказалось, зря. Альткоины будут расти намного быстрее биткоина, но только самые качественные из 5000. Чтобы найти такие альткоины, я покупаю доступ к информационным банкам инвестиционных фондов, и сейчас собираю деньги на два таких доступа – Симметрий и Рациональный Инвестор. Осталось два дня, если вы хотите поучаствовать. Ссылка на то, как это сделать, в описании под видео. Прежде чем мы перейдем к информации о том, что институционалы знают что-то, что обычным людям неизвестно, я хочу сфокусировать ваше внимание на цене биткоина на кратко и средние сроки. Не нужно быть большим экспертом, чтобы увидеть, что здесь рисовалось что-то вроде чашки с ручкой, и что когда цена вылезла за пределы ручки здесь, она во второй раз подтвердила, что это было не ложное пробитие. Пробитие нижней границы ручки раз, возвращение в попытке вернуться два, и отскок обратно даже еще ниже предыдущего низа три. Это выглядит совсем не по-бычи. Даже такой оптимист, как я, который вечно топит за биткоин, должен признать, что это выглядит совсем не позитивно, что это не хороший сигнал для биткоина, но только на кратко и средние сроки. Однако, ребята, давайте увеличим масштаб картинки. Перед вами глобальная картина, где каждая свеча равняется одной неделе жизни биткоина. Посмотрите на это и поймите, это падение ничего не значит совершенно. Его, блин, даже не видно. Да, это падение на 20%, но для биткоина это настолько обыденно, что говорить об этом уже даже не смешно. Просто посмотрите на предыдущий бычий забег в 2017 году. Это был параболический бычий рынок. Я выделил на этом рынке все просадки, и посмотрите внимательно. Минус 37%. Опять минус 37%. Минус 34%. Минус 40%. Минус 36,5%. Минус 29,5%. Это просадки на бычьем забеге 2017 года. На растущем рынке. На параболическом взрывном росте. Поймите, все, что меньше 40% падения для биткоина является просто шуткой. Я здесь так долго, что с уверенностью могу сказать, что во время каждого дампа все начинают трубить, что это конец для биткоина, что мы уйдем ниже тысячи долларов, даже сотни долларов, что главная криптовалюта вообще стремится к нулю. Каждый раз, с каждым падением появляются такие люди. Я могу каждому из них сказать только одно. Не забывайте, что биткоин был задуман как спасение от финансового кризиса 2008 года. Он появился в 2009, как ответ на этот финансовый кризис. Это было вовсе не совпадение, что он появился прямо во время этого кризиса. Потому что тогда соотношение собственного капитала к заемному у банков было таким низким, а банки выдавали займы как бешеные. Отрывок из этого видео я вообще не хотел сюда вставлять, ведь само видео было создано для ограниченного круга людей. Но я просто не могу сегодня не показать его вам. Каждый известный кризис приносил в жизнь людей новую технологию, новую компанию. А люди, которые создавали эти технологии, инвестировали в них или участвовали в них, сказочно богатели. Послушайте этот отрывок из моего закрытого видео. Я от руки набросал все экономические кризисы за последние 50 лет. И что они нам принесли? Крайний финансовый кризис 2008 года родил такие компании, как Blizzard, WhatsApp, Airbnb, Uber. Во время кризиса даткомов и русского кризиса из пепла и руин выросли такие компании, как Amazon, eBay, Netflix, Google, Exxon. 1991 год это Accenture и Idex. 1980 и 1982 это AT&T и Adobe. 1973 и 1975 это Apple и Microsoft. 1969 и 1971 это Starbucks. 60 и 61 это Humana, компания, которая занималась БУ-одеждой. 1937 и 1938 годы это McDonald's и H&P. Надеюсь, вы поняли тезис, который я хотел вам донести. Кризис это изменение. Изменение в частности определенной модели потребления и переход на новый этап развития. Поэтому в следующий кризис кто-то потеряет работу, а кто-то будет основывать крутые, мультимиллиардные, а то и триллионные в будущем компании. 2008-2009 годы и биткоин очень яркие примеры этого. Я уверен, Сатоши Накамото знал досконально все изъяны финансовой системы и создал биткоин, который их лишен. А теперь я хочу перейти к очень крутой информации, которую наверняка многие пропустили и которая доказывает, что институционалы очень заинтересованы в биткоине. Все фондовые рынки по всему миру падают. И только одно зеленое пятно можно увидеть в этом поле красного. Dow Jones красный, Nasdaq красный, S&P 500 красный, зеленый только GBTC. Grayscale Bitcoin Trust. Этот товарищ растет несмотря на падающие фондовые рынки и даже на падающий биткоин. Grayscale Bitcoin Trust это фонд, который специализируется исключительно на инвестициях в биткоин и помогающий институциональным клиентам в этом. И он растет. Но что это значит? А это значит, что у нас есть доказательства тому, что даже несмотря на цену биткоина, которая без сомнений падает, институционалы во время краха фондовых рынков, во время моря красного являются экстремально позитивными по отношению к биткоину. Но не только институционалы, но и традиционные инвесторы тоже. Это видно, например, в статистике приложения Cash App, в котором можно покупать биткоин. Клиенты купили за прошлый квартал биткоинов на сумму 177 миллионов долларов с помощью приложения Cash App. Это седьмой растущий квартал подряд, а с прошлого года рост покупок составил 239%. На самом деле это звучит не слишком сильно, ведь 177 миллионов не так уж и много, не так ли? Однако, если мы посмотрим на тренд, то мы увидим, что количество покупок биткоина в приложении Cash App с каждым кварталом все больше. И теперь вовсе смахивает на параболический рост. И даже несмотря на то, что цифры пока небольшие, тренд очевиден. Как для традиционных инвесторов, так и для институциональных. Посмотрите на объемы Grayscale Bitcoin Trust. Да, они далеки от отметок 2017, но достаточно близки к отметкам июля 2019, когда биткоин достигал 14 тысяч долларов. Но самое главное, что они растут тогда, когда все падает. Цена биткоина не реагирует на это, потому что институционалы не используют для покупок Coinbase, Binance и другие биржи. За помощью с покупкой криптовалюты они обращаются в фонд Grayscale. И как вы видите, с начала года объем вырос более чем в два раза. А это очень хороший признак для долгосрока. И это значит, ребята, что даже когда фондовые рынки рушатся, эти институциональные инвесторы все равно торгуют биткоином. Более того, они торгуют биткоином так много, как никогда за последние полтора года. Если на недельном таймфрейме биткоина мы включим индикатор средней скользящей и поставим 21 день, то увидим, что биткоин до сих пор уважает ее, и цена идеально от нее отскочила. И на самом деле у главной криптовалюты даже еще есть куда падать, как минимум до 8400 долларов. А теперь посмотрите на крайний бычий забег в 2017 году. Эта же скользящая также служила поддержкой для цены на протяжении всего безумного роста. Поэтому ничего плохого не произошло. Это не апокалипсис. Все совсем не так плохо, как может показаться на первый взгляд. Особенно учитывая то, что институциональные инвесторы в Грейскейле прямо сейчас покупают биткоин, а традиционные делают то же самое в кэш-эп. А теперь я хочу спросить вас, ребята, и опрос появится прямо сейчас в верхнем правом углу экрана. Вы еще думаете, что биткоин является безопасной гаванью во время шторма? Биткоин это безопасное убежище среди активов? Проголосуйте да, нет. Или если вы не знаете, посмотрите результаты. Лично я думаю, что да. Потому что я всегда верю в биткоин, и вы об этом знаете, если смотрите мои видео. Также, друзья, я был бы очень благодарен вашей поддержке в виде лайка и комментария. Это помогает каналу расти. А сейчас, когда настало уже 60 тысяч человек, я понимаю, что серебряную кнопку Ютуба все-таки получить реально. Давайте наберем 2000 лайков под этим видео. И я очень надеюсь, что я сумел подавить вас панические настроения. Все будет просто шикарно. Меня зовут Богатейщий Ди. Зарабатывайте и богатейте. До скорого. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok